Латинские буквы Z и V стали официальными символами вторжения на Украину уже ко второй неделе войны. Изначально они были нарисованы на танках и машинах, участвующих в военных действиях. Но затем оказались в соцсетях Минобороны, на билбордах в центре российских городов и на прокремлевских футболках. В Казани в форме буквы Z выстроили даже пациентов детского хосписа. Звездные люди, которые обязаны учить детей, занимаются разного рода, скажем, агитацией, политинформацией. Тому и другому надо давать принципиальную оценку. Z-символ. Где его использовали фашисты? Концентрационные лагери, блоки с газовыми камерами. Сейчас вот эти люди этот символ Z везде лепят. Вы подумайте, что вы лепите. Но наверху кто-то с головой не дружит. На что вам голова дана тем, кто это все лепит себе? V на технике рисуют. Снова в побежденных фашистами городах этот символ вешали V вот так. Опять же, по телевизору показывали в Германии за символ Z. Там кого-то арестовали, оштрафовали. Естественно. Он у них со времен Второй мировой, простите, войны запрещен этот символ. Потому что использовался фашистами. Немецкие земли запрещают букву Z. В понедельник сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер заявила, что тем, кто на публике демонстрирует букву Z, как на российской бронетехнике на Украине, грозит уголовное преследование. Это означает поддержку агрессивной войны, заявила она. Нарушители рискуют получить штраф или лишиться свободы на срок до трех лет. В субботу этот знак объявили вне закона также в Нижней Саксонии и Баварии. Затем к этим землям присоединились Саксония Анхальд и Баден-Люрденберг. Смотрите. Ты знаешь, убери. Убери, давай. Давай. Давай убирай. Сейчас убирай. Я вот сейчас снимаю. Давай убирайте. Быстрее. Они сейчас в Казахстане находятся. В России пусто ездят. В Казахстане нельзя ездить. Убирайте, давайте. Быстрее. Вы не включили нас отец в доме. Они приехали, не вернули, не паспорта раздевали, не поможни, ничего не сказали. Убирайте, убирайте. Это поможни, если бы это было, убирайте. Убери Зет. Сегодня Зетом. Да-то ты танком зайдешь сюда своим знаком, Зетом, понимаешь? На мою землю, на Казахскую землю. Патриоты несут в Украину букву Зет. Рисуют себе на майках, на автомобилях, придумывают там всякие мероприятия с этой буквы Зет. Даже не спрашивая себя, что эта буква значит.